Провал асфальтового покрытия на дороге, проходящей вдоль Кремлевского вала, явился причиной немыслимых пробок, а также стал объектом шуток. В социальных сетях эту улицу предлагают переименовать в Кремлевский провал, а некоторые пользователи считают, что причиной аварии стали ловушки для датара-монгол, которые сработали через несколько столетий. Но на самом деле ситуацию веселой не назовешь. Причиной несколько провалов асфальта, произошедших один за другим, все в том же коллекторе, повреждение которого привело к самому первому обрушению, случившемуся 27 июня. Это тот же коллектор, который повторно рухнул только в другом месте. После проведения телеинспекции этого коллектора было принято решение, что необходимо в два этапа поменять участок протяженностью 425 метров. Специалисты отмечают, что рано или поздно подобное должно было произойти, ведь этому участку коллектора более 50 лет. По информации водоканала, при наличии средств замену труб планировали провести здесь в 2018-2019 годах. Однако случившиеся разрушения вынудили обратить внимание на этот участок чуть раньше. Где же гарантия, что износ других коммуникаций, находящихся под землей, не станет причиной очередных аварий? Статистика ведется, обследуется той же телеинспекцией, о которой я говорил. Еще раз подчеркну, при наличии финансирования проводится работа. Однако возникающие то тут, то там довольно глубокие ямы и провалы заставляют горожан нервничать. Складывается впечатление, что вскоре вся Рязань окажется под землей. Но специалисты успокаивают. В районе Кремлевского вала опасности, обрушений точно нет. Работы здесь ведутся круглосуточно. Закончить их планируют в 20-дневный срок. Конечно, в том случае, если погода позволит придерживаться установленного графика. В связи с ремонтом движения автотранспорта вдоль Кремлевского вала будет перекрыто вплоть до его окончания. Помните об этом при планировании передвижений по городу. Продолжение следует...